У нас звезды тянут, за волосы тянут, в оси воли. И когда ты звездное притяжение делаешь сильнее земного, оно же постоянно есть, тогда ты можешь летать, бегать 7-мильными шагами, одна нога здесь, вторая через 7 миль. Представьте, у тебя каждый шаг по 7 километров. До Москвы забежал за 15 минут. Тема, то есть зачем тогда самолеты, корабли, поезда. То есть развитие человека это самое интересное. Ну и это тело энергии, сейчас говорят, альтернативная энергетика, солнечные батареи, давайте, ветряки, все такое, да? Это что? Это нездоровая тема. Альтернативная энергетика, самое важное сейчас. Ал, это что такое? Это значит, самое чистое, светлое, что есть в этом мире. Вершина совершенства. Алмаз, Алладырь, Алтай. Алленький цветочек. Алл, это вершина творения, это самый совершенный алмаз, самый твердый камень. Как поставить? Вот пакеты. Пакеты, пакеты. Да, да. Образ волшебного сердца. Область варева, когда Боба-юга варит свое варево, и она так мешает, смотрит туда и видит там в своем вареве прошлое, будущее и настоящее, что творится в других мирах. Также в сказках герои смотрятся в колодец. В колодце как в зеркале отражается, и они видят, что происходит в других местах. В озеро смотрятся. Помните такое? Да. Поэтому самое важное для детей образование – это сказки. Русских народных сказок сохранилось больше тысячи, а ты знаешь, наверное, только из десяток, правильно? Почему? Сектант. Да, да. Сектант – это тот, кто мыслит только сектором. То есть есть пирог, и когда пирог круглый, его нарезают треугольничком, и каждый треугольничек – это есть сектор, правильно? И когда ты знаешь мало разнообразия, ты и есть сектант. Если ты знаешь, как только танцевать два-три танца – сектант. Если сорок девять – это все колобок. Согласны? Я согласен. Вот эта вот тема. Поэтому надо именно начитать, начитаться в детстве много сказок. И заметь, если ты это пропустил, понимаешь, двоечник в детстве мало сказок читал, у тебя есть второй шанс начитаться сказок. Когда у тебя свои дети появляются, ты опять же им читаешь, правильно? По второму кругу лавочка пошла. Внуки появляются опять. Если поднимаешься, туда вот так тебя видно. Хорошо, я буду так. То есть мы все время имеем шанс разогреваться. Нам жизнь постоянно дает намеку. Детьми можно сказок начитаться с внуками и так далее. Если в детстве мы народные игры не выучили, нас народным играм могут маленькие дети научить, правильно? Заметили, что есть такая детская культура. Дети учат друг другу играм, скороговоркам, каким-то считалочкам, да? Сами. А взрослые даже не замечают. Они передают детскую культуру. И в этой культуре сохранилось самое важное. Потому что посмотрите, сейчас главные учителя на земле это дети. Вот если самый распространенный взять комплекс зарядки на земле, как он называется? Сурья намаскар, приветствие солнце индийское. Это самая популярная зарядка на земле. Откуда она появилась? Когда-то вышли такие старцы с таких бородавиц, посмотрели на маленьких детей, а дети все делают эти упражнения. И такие старцы так, сурья намаскар. Поняли? То есть эти все упражнения, они хранятся в родовой памяти не только индусам, но и русских людей. То есть если вы посмотрите, все русские дети делают сурья намаскар. Только у них последовательность другая. Как от души идет, то одно такое, то другое. То есть упражнение второй популярности, это пять тибетцев, да? Вы слышали ока возрождения. Опять все русские дети делают пять тибетцев. Хотя о тибете могли и не слышать. Заметили? Потому что именно в детской мудрости хранится самое важное. И вот смотрите, что с детьми. Явное тело красивое, правильно? Дети же красивые такие, ух, сочные такие. А вы на себя посмотрите. Со старостью вот эти морщины, вот эта мимика малоподвижная. И ты превращаешься со старостью в рептилоида, высушенное лицо. То есть когда ты сочный человек, а когда ты как черепаха, вот эта вот так дыша кожа, морщины, рептилоид. То есть у нас такой образ жизни по превращению людей в этих, змей с возрастом. А я знаю людей, которые в 70 лет остаются сочными. Лицо сочное, как у молодых. Вот это правильное развитие. Вот, потом у детей, смотрите, жаре тело в порядке. Ты вот способен сидеть, слушать Ивана Царевича два часа, три. А ребенок не способен. Он постоянно жарит, он прыгает, бегает. И вот эта мама идет по улице, а он уже 10 кругов вокруг меня накрутил. А она уже, у нее голова устала крутиться. Вот даже голова у нее не прожарена. Ты такая, что ты бегаешь? Что ты на ушах стоишь? Вот, а если бы мама с колобком дружила, ребенок на ушах стоит, и ты на ушах стоишь. Ребенок бегает, и ты бегаешь. То есть, самый быстрый, самый мощный способ улучшить свое здоровье, повторять за детьми. Ребенок землю ест, и ты у меня землю ест. Он головой об стенку бьется, и ты будешь головой об стенку. Иван Царевич, а у взрослого это же обжилось мысли уходить. Ну, то есть, он сидит, ему интересно просто наблюдать за рационами, ребята, и поэтому он не хочет туда деться. Нет, если бы у тебя было жаре тело в порядке, ты бы не смог сидеть в этой неподвижной рептилоидной поте. Ты бы сидел, вот так меня послушал, потом через пять минут вот так послушал, вот так. То есть, понимаешь, ты как бы слушаешь, но тело твое течет. Вы заметьте, все течет, свое изменяется. Видите, деревья постоянно шевелятся, животные шевелятся, облака шевелятся. И ты, когда живой человек, ты постоянно шевелишь, только во сне можешь неподвижно лежать, понимаешь? А если ты застыл, у тебя закостеневшие мышцы. А закостеневшие мышцы, это закостеневшие мысли, мышцы, мышцы, понимаешь? Ну вот, видишь? То есть, повторять за детьми, это самая высшая мудрость, которая сейчас есть на земле. За маленьких, которые еще не испорчены цивилизацией. Вот такие. И вот как раз тарелочка с голубой каемочкой. Это что? Земля наша матушка тарелочка, голубая каемочка небеса. И по ней катается яблочко. Глазное. То есть, вот это умение видеть, что происходит справа, слева, сзади, спереди. То есть, увидеть все в объеме. Чтобы понять это все, мы достаем живую бутылку. Вот ты и будешь живой бутылкой. Раз ты такой жидкий, говоришь, что ты живой, садись вот сюда. А тебе идет? Идет? Не снимай. Как раз асформатируем. Представляешь, три часа на тебе это. Вот здесь бутылка, которая отвечает за развитие нашего нового тела. Как он, люди, наш, он спокоит. То есть, как у это объемное восприятие жизни. То есть, когда ты слушаешь Ивана Царевича, ты настолько поглощен этими образами, что ничего не замечаешь, ты всегда, ты пропадешь. Все последователи меня или любого другого человека, это люди, которые становятся негучевыми и по жизни теряются. То есть, когда ты воспринимаешь миру согласно образу каку, ты слушаешь Ивана Царевича, слышишь, что сзади идет лекция по родам, там орет алфеечка, там ветер шумит, понимаешь? Там шутукается вот желающая получить волшебную пень. То есть, ты все замечаешь. Вот это и есть объемное восприятие жизни. То есть, как колобок. Понимаешь, все видишь. 3D объемчик. В идеале надо 7D. У нас 7 тел. Сразу еще ими телами действительно получают. Вот. И дети, они как раз, когда широко открывают глаза, так и смотрят. Куда я попал? В первые 7 лет ребенок такой. С космоса прилетел, со сварки причислен. Куда я попал? А потом смотрят на взрослых, а у взрослых принято глаза прикрывать. И ребенок же, ну, копирует, да, родится. Раз, прикрыл глаз. И все, и сдулся. 3D восприятие ушло. То есть, только когда ты приоткрываешь глаза, объемное восприятие жизни начинается. И вы видели, что когда на иконах святых рисуют церкви христианские, все святые с большими глазами. Понимаете? То есть, они вот, они смотрят на этот мир внимательно. И внимают знамением жизни. То есть, мы идем, и жизнь через волшебную, это, тарелочку с голубой каемочкой дает нам постоянно намеки. Туда идем, не туда идем. А когда ты сектант, ты такой, я иду в шипермаркет. Я иду в детский сад. Я иду на сказки Ивана Савельевича. И все, больше ничего не видишь. Когда ты не видишь намеки, которые тебе жизнь постоянно посылает. И что получается? Жизнь, она как вещий лес. И в этом вещем лесу есть такая тропиночка. Есть такая тропиночка. Вот она идет, у каждого человека вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть, у каждого человека судьба состоит из такой волны, и повороты судьбы. Вот новый поворот. Что он нам несет? Радость или взлет? Вот эта тема с поворотами судьбы. Вот когда ты владеешь одним явным телом, ты такой весь лес заходишь. А-а-а! Земляника! Раз, начинаешь жрать землянику. А-а-а! Грибы! Начинаешь грибы нагревать. А-а-а! Клубника там! А-а-а! Черника! И пошел. Это жизнь веси, которая обладает одним телом. Видите, здесь такой уже в лес заходит. Так, ага, земляника поет. О, заяц! Раз с зайцем на перегонки побегать. О, волк! Сейчас я волка споймаю, его обдук дам. То есть, видите, у него задача, он такой жарит, поэтому лес вот, куда, понимаешь, кулаки тянут. Вот. А вот, когда ты уже третьим телом обладеваешь, ты как бы идешь такой по вещам леса. А-а, земляничка поели, так и запишут. Земляничка, а-а-а! О, милая, а-а-а! Грибы! Как бы раз, раз все подмечаешься, замечаешь, а-а-а! Диадлы, так и запишут. Диадлы! Вот. И тоже, как бы, по тропинке ты своей особо можешь не идти. Только, когда ты обладеваешь уже четырьмя телами, о которых я буду завтра их говорить, то есть, когда ты идешь по тропинке своей такой, а-а, клубничка, раз поел, а-а, вот она моя тропинка, и на этой тропинке тебя ждут друзья, семья, любовь, здоровье, богатство. О, поворотик. Опять поел, попил, посмотрел, что вокруг, опять идешь по тропинке, понимаете? То есть, вот эта тема, ну, чтобы дойти до этой тропинки, надо стать замечательным человеком. То есть, видеть, а-а-а, вот тропиночка заворачивает, а там клубничка поелся, да? Вы верите, что буквицы живают? Да. Видите, она, что вверх, то вверх. Как раз, под буквицы. Выше хотите, голову тяните. Голобка надо на пенел хорошо посадить, он туда так... Да что говорить. Потому что жизнь, она состоит из поворотов, и у ни у кого нету прямого пути, чтобы жизнь вот так шла, от смерти, от рождения до смерти, вот так никого жизнь не может. И чтобы замечать, где твой поворот, где повернуть, надо обязательно намеки жизни ловить, и жизнь тебе намекает. Ага, правильно идешь, неправильно. И в городе как это проявляется? Вот есть очень интересный фильм, называется «Предел контроля». Смотрели? «Предел контроля»? «Предел контроля». Про пользование нам не в тело. Дальше идет, там раз какой-то разговор услышал. Ну, вот люди говорили о своем, но они говорили о том, что ему надо. Понимаешь? И он вот таким, по таким намекам, то есть в голове абсолютный покой. Так? Потому что бы ее ясновидящие не отследили, да? Охранник. И вот по этим намекам он подбирается к этому змею Горыночу в конце фильма. Раз, раз, раз. И молчит постоянно и просто внимательно смотрит, слушает все органы чувств, то есть на пределе контроля. Понимаешь? Что происходит в мире? То есть все видишь. И вот в конце подбирается к этому змею с такой струной, чтобы ему голову отрезать. И этот змей такой, как ты сюда пробрался? Да это не должно тебя волновать. Да я же тебе денег дам, миллиард долларов, золото, дачи, женщины. Он такой, да, мне не надо, у меня все есть. Ну и начал его этот змея Горыночу скушать, да? Ведь змея Горыноча нас постоянно скушает. Или женщинами, или детишками, или вкусной едой, или работой престижной. Но наш богатырь не скушился, взял ему голову отрезанную. Все, конец фильма. То есть богатырь победил змея Горыноча. Но самый вот интерес фильма, чтобы вот поймать это состояние, когда ты понимаешь, что самый важный момент в жизни это здесь и сейчас. Что важнее не было и не будет. Только когда ты полностью вселяешься в текущий момент, здесь и сейчас, тогда ты можешь поймать в жизни счастье. И вот если ты сегодня счастлив, тогда ты выруливаешь на счастливую тропинку и тебя ждет счастливое будущее. А если ты сегодня несчастлив, счастливого будущего тебе никогда не видать ни при каком раскладе. Если сегодня ты несчастлив, счастливого будущего нет и невозможно. Все, только так. И заметьте, змея Горыноча специально такую тему уже давно проводит. То есть было, когда в авторитете христианства, ну при царе, помните? Христианство было в авторитете до 17-го года, и христиане говорили, вот сегодня мы страдаем, мучаемся, но потом за гробную жизнь в рай попадешь. Но надо поддерживать церковь. Тогда в рай попадешь. Грехи отмаливаются, участие. Потом раз, 17-й год, революция, церкви разрушили, пришли коммунисты и говорят, ребята, давайте немножко потерпим, построим тут коммунизм, и тогда светлое будущее у нас будет. Помните тему? Демократы говорят. Сейчас они разрушили коммунизм. Достроили. Демократы. Пришли демократы и говорили, вот развитую демократию построим, вот когда у нас будет развитый капитализм, тогда только будет светлое будущее, тогда только вот хорошо заживем. Заметили тему, да? Постоянная разводка. Разговор идет о светлое будущее, которое никогда не настаёт. Правильно? То есть в рай христианский мы еще не попали, ну, русский народ. В коммунизм тоже не попали особо. И в развитую демократию как-то тоже мы слабо вписали. Правильно? Поэтому вот эта тема и сейчас самые популярные книжки Эдгар Толли «Десь и сейчас». Читали же, да? Ну, вот такой европейский чек. Вот, сила момента «Десь и сейчас» и вот книжки очень популярны. Ну, индусские мудрецы об этом много говорят. Но заметьте, постижение уровня «Десь и сейчас» с русской сказочной колокольней это только третий уровень. Это не предел совершенства, войти в текущий момент. Потому что у нас еще 7. Еще 4 надо делать. Вот. Значит, выпадение из момента «Десь и сейчас» очень хорошо видно на танцах и хороводах. Вот сегодня с утра мы водили много хороводов. Я сразу объявил правила хороводов. Небеса глазами не летать, ворон не считать, землю глазами не сверлить, смотрим друг на друга, в глаза улыбаемся и течем куда река жизни несет. И все равно попадаются люди, слава богу, так много процентов, здесь у вас, которые ведут хороводицы. И, конечно, когда ведут они, раз, и сошлись с тропинкой, да? То есть, хоровод, иван Саревич сюда ведет, а вот эти, их уж унесло налево, направо. Поняли тем? То есть, как только ты идешь по улице, и у тебя озабоченное лицо, все, ты выпал из момента 10 сейчас. И ты выпал из счастливой тропинки. Поэтому каждую секунду проявления осознанности за собой, это ты смотришь. У тебя живое, подвижное, радостное лицо, или у тебя окаменевшее лицо, и ты в мыслях где-то там. Понимаешь? То есть, пребывание в мыслях, в будущем, в прошлом, в другом месте, это всегда чревато плохими последствиями. У тебя нет здесь, ты выпал. Вот сейчас здесь происходит самое интересное. То есть, здесь собрались самые лучшие люди со всей Земли. Не только со всей Земли, со всего космоса. Самые лучшие люди здесь. Это самый лучший момент в нашей жизни. Лучше не было и не будет. Понимаете? Вот это есть оргазм. Экстаз, понимаешь? Оргазм это ор, сила, га, движение, зе, земного, мэ, мир. Или звездного мира, в зависимости от того, какой-то оргазм. Звездный или зимой. Каждый на своем. Вот святые, они же на звездном оргазме. То есть, святые люди, которые вот овладели семью телами, у них 24 часа в сутки блаженство. блаженство. Их так штырит. Почему? Потому что вот солнце в блаженстве, деревья в блаженстве, птички в блаженстве. И живой человек, он только в блаженстве сюда пребывает. Понимаешь? То есть, и видно, как раз ли-то, что мир соткан из благодати Божьей. Это же то, из чего все создаётся. Но мы настолько в хитросплетениях своего ума похрязнем, в болоте рассуждений, что нам кажется, ой, блин, напрягаться надо, деньги зарабатывать, дом строить. А когда ты поймаешь вот эту струю вот здесь и сейчас, ты зарабатываешь деньги, но ты зарабатываешь их в радость, в прикольчик. Понимаешь? Ты дом строишь, но как ты строишь? Друзей собрал, говоришь, ребята, у нас праздник. Праздник отгуляли, ты говоришь, а мне ещё надо дом построить. Вот. Поможешь. Тебе, друзья, раз дом построили. То есть, современные технологии какие? Купольное строительство. Это главный Колобковый дом. То есть, Колобковый дом все мужчин вот такого размера, как эта площадка, Колобковый дом все мужчин строят за два дня каркаса. Понимаешь? Всё. За два дня каркас построили, за два дня обшили и потом занимайся спокойно внутренний отдел. Представляете, скорость какая? Колобковый дом это сейчас самая благоприятная форма для того, чтобы вписаться в эпоху волка. То есть, я уже говорил, что сейчас надо иметь дом, в котором часть будет колобком, на котором будут купола, на каждого члена семьи свой купол, в зависимости от чертога. чтобы каждый купол был настроен на путеводную звезду. И ты постоянно в куполе усиливается твоя связь. Ну, это луковица такая золотая. Эти луковицы золотые, кстати, продают сейчас. В церквях можно покупать и себе ставить. Главное, чтобы соседи не облупили. Поэтому, кому нравится сказочная Русь Ивана Царевича, то жить можно только в сказочном поселении. Понимаешь? То есть, даже с обычными вот этими анастасиевцами жить не получится. Только с ведруфиками. Да? Которые поняли дух книги «Звенящие кедры», а не буклы. Понимаешь? Потому что столько всяких надо будет штучек делать, что если соседи не в теме сказочной, то у них крыша будет каждый день подъезжать. Поэтому надо обязательно, чтобы соседи были тоже чуть-чуть. Правильно? То есть, у тебя церковь, ты в церкви живешь, и у тебя в соседях все в церквях. Вот. И плюс на каждом поместье надо обязательно иметь семиэтажную колокольню. Зачем? Вот, например, представьте, поместье один гектар, а лучше два. И у тебя сколько соседей на километры, это легковато. А у тебя день рождения, а мобильники скоро отрубят. Что делать? На колокольню залазишь и так «День рождения!» Ну, условно, знали. И соседи такие «Дык-дык-дык-дык-дык-дык» раз сбежали. С подарками, с улыбками, поплясали, потанцевали, именинника за уши подергали. Все по древнерусской традиции. Или, например, что-нибудь загорелось. Ты на колокольню залазишь, «Пожар!» И соседи такие «Дык-дык-дык-дык-дык» и сбежали. Поняли? Нужна колокольня? Нужна. Нужна. Еще плюс воздух, здесь не фиксируется, потому что колокольня. Видите, мы перед вами на коленях стоим. Заметили эту тему? Так у людей. Люди – это сообщество мирно-мыслящих людей. Здесь уже возникает образ волшебного зеркала. Все люди отражают то, что творится у нас внутри. Сейчас такая ситуация. Например, женщина блондинка красит волосы в черный цвет. Брюнетки блондинок красит. Бучерявые волосы покрепляют. Женщины прямыми волосами бучерявятся. Заметили, да? Почему это происходит? Потому что женщина себя не любит. Она считает, вот я перекрашусь, тогда мужики меня будут любить. Правильно? То есть нелюбовь к себе, как к божественному творению, заставляет себя радикально переделывать другие цвета. И когда ты себя недолюбливаешь, то весь мир тебя постоянно критикует. Говорит тебе какие-то бакости, подлят. В колобоках швейцарский сыр. В нем такие находятся черные дыры. Бам-бам-бам-бам. И именно, когда встречаются два люди с швейцарскими сырами моего здесь. Знаете, сырю тоже сделают крючок. И вот эта черная дыра на черную дыру сошлось, и люди ругаются. Понятно? А если ты делаешь колобок свой целостный, тебе нежно зацепиться. То есть человек даже приходит к тебе поругаться, а ты ему в глаза посмотрел, и он раз и растаял. И он не может с тобой поругаться, потому что он забыл, зачем ругаться. Или колобками скачутся, стук-стукнули, зазвинили. Вот Иван... У меня такой случай, а целая куча была. Иван Сергеевич гуляет по Питеру в шарамуарах, такой в препараде. Ну и сзади какой-то человек, наверное, подумал, что я украинец. А украинцев же недолюбливают, они же орут там на скалеи на ножи, там, ну и все такое. Сейчас украинцев увольняют сильно в России с работы и все такое. Ну потому что нечего орать на скалеи на ножи. Кого-то увольняют, кого-то нет. Короче, все запутано. Сами украинцы должны себя всегда распутать. Ну короче, я иду в шарамуар, в Красный. И там вот какой-то мужик сзади мне, эй! Ну таким грубым голосом такой. Типа, что ты тут ходишь там? Ну и такое. И я такой иду, не обращая внимания. Он меня догоняет такой, знаешь, в накале такой. Я на него поворачиваю. Что такое? Он такой на меня посмотрел. Все хорошо. Или я в поезде еду тоже. И ненароком чеченца обидел. Ну так, как он сказал. Чеченец такой. Такой, друзья, стоит. Главное, рама такая, качок. Знаешь, смысл он такой. Вы, чеченцы, гордые орлы. Я на него посмотрел. Сказал ему пару ласковых. Он такой. Будем считать, что ты невидим. Я лучше. Зам ушел. Я на него состоял. Смотрел. То есть смысл такой, что мир это абсолютное зеркало. То, что ко мне чеченец такой притянулся, значит, у меня тоже есть маленький такой посечок, зацепочка. Но я вовремя его засветил светом божественным, да? Колобки. Потому что, когда полностью золотой колобок, тебе притягиваются только добрые, созидательные ситуации встречи. Другие невозможно притянуться. Они мимо все обтекают. Вы уколобка. То есть понятно, что люди это наши зеркала. Красивый образ. Я же больше все люблю себя, потому что только спали, поэтому иду тогда. То есть это тема, что все начинается с любви к себе. Когда ты полностью прощаешь себе все свои грехи. Ведь в прошлом у нас было много разных приключений, да? Особенно с учетом того, что до 12-го года была эпоха лисы. Все люди были в Кривде. Ну, вообще все. Правила космические такие. И каждого из нас покривило какие-то ситуации, засосало в разный жизненный опыт. И очень важно посмотреть на свою жизнь в космической колокольне. Хотя бы иногда. И посмотреть. Ага, была эпоха лисы. Все жили в Кривде. И я жил в Кривде. Накосятил не слабо, нагрешил. Ну и ладно. Все равно я бог. Аз есен. Правильно? Правильно. Потому что у меня были такие приключения, и слава богу. И когда ты себя благословляешь, то есть полностью любишь все свои качества. И все свое тело любишь. Со всеми его особенностями. То есть зеркало смотришь и говоришь, красавчик. Красавица. И только в этот момент мир такой говорит, согласен, красавица. Понятно? То есть вот эта любовь к себе, это начало вообще любви мира. Поэтому видите, любовь, люди. Видите, какая тема. Следующая буква мыслите. Она нам тоже намекает на то, как правильно пользуется навьем тела. Вот здесь такая тема. Важно заметить. Стать замечательным человеком. Замечательный человек – это тот, кто замечает. Из божественной мысли созданы деревья вокруг, цветы, бабочки. Из божественной мысли созданы компьютеры, фотоаппарат, который меня снимает. Из божественной же мысли, правильно? Потому что кроме Бога тут никого нет. Все соткано из единого тела рода Всевышнего. Из божественной мысли создан человек, который тебе в молодецкой забаве стукнул, и у тебя синяк появился. Понимаешь? Из божественной мысли создана женщина, которая тебя обманула. Или мужчина, который тебя предал. Понимаешь? То есть и ты начинаешь понимать, что вот все хорошее, плохое, создано из единой вот этой божественной мысли. Исходя из этого мышления, что все вот из мысли Бога, ты начинаешь понимать, что вот какие ты хочешь приключения по жизни пройти. Ты начинаешь вот забирать, понимая, ага, вот есть такие, такие люди. И все из божественной мысли. Но вот эта божественная мысль мне больше нравится. Ты раз, и вот в этот мир. То есть навье тело, это еще веер миров. Такой веер, знаете, такой раз, раскрывается. И вот много-много дорожек есть. И ты определяешь, куда ты пойдешь. И сейчас, в 12-м году, веер миров раскрылся гораздо сильнее. То есть, представьте, одни говорят, что скоро на Земле будет всемирный поток, и все потопит. Даже фильм сняли в 2012, помните? Немой. Кто-то говорит, что на Земле будет всемирное потепление. Да? Да, ты и тает в Атлантиде. Кто-то говорит, что на Земле будет всемирное похолодание. И очень много знаков, что вот похолодание. Холодай. Кто-то говорит, что скоро будет чипизация, всем чипы в голову поставить. И тут такой у вас царевич красавчик говорит, что скоро все будут жить в волшебных родовых поместях, водить хороводы, петь песню, питаться со скатерти самобранки, посинить пасом, и на Колобке летать, сварбу, в космические путешествия. Нет, потому что нравится, кто-то так и будет жить. Да, так вот эти все реальности, они на самом деле все существуют, и даже они существуют в мире яви том числе. И в какую реальность ты поверишь, туда тебя засосет. Вот ты поверил в чипизацию, в какое-то из утра ты просыпаешься с чипом в голове, смотришь, а кругом все чипы. Потому что тебя такое реально засосало из веера миров. И ты такой, так а я же говорил, что все будут с чипами. Вот смотрите доказательства, он с чипом, он мой ящик. А в это время Иван Царевич такой сидит в волшебном родовом поместье, Лену Прекрасную зажимает. И такие соседи кругом веселые, счастливые родовые в поместьях. И такой, ребята, так а я же говорил, вот в поместьях будем жить. Вот у каждого колокольня, у каждого своя церковь. Все молятся Богу нашему единому колобку, звездесущному. Единородному, иже иди на небеси, да светится имя твое колобок. Да придет царствие твое колобок, як уже на небеси, так и на земли. Твоими стариками, старухами, святого колобка, Твоего по сусекам поскривли, по коробу помили, На сметане замесили, на масле зажарили, на окошке остудили. И потом он прискок, с окошка на лавку, с лавки за порог, с порога за вороты, И покатился во идино, во идино, во идино. То есть вот такая реальность, она тоже есть. Кому она нравится, приглашают. Но для этого надо полностью себя полюбить и исцелиться от страха. И вот приходит эта чипизация, и приходит эта ювенальная юстиция в твой мир. Ты говоришь, давай до свидания. Понятно? Как это, как нам показали. Давай до свидания. Я надел такие очки, сказочные. Ты говоришь, чипы туда, ювенальная юстиция туда, а мне туда. То есть это реально так. Почему у людей забирать ювенальную юстицию детей? Потому что вот пришел змей Горынышин. Ювенальная юстиция. Мы заберем ваших детей, вы их мясом не кормите. И родители такие, да, страшно, страшно. А что мы можем? Это же закон. За ними полиция, за ними деньги, за ними государство. И вот таких родителей приходят, и детей забирают. Почему? Родители боялись. А если приходит змей Горыныч, он же в сказках всегда, заметьте, задача змей Горыныча зашугать богатыря. То есть богатырь выходит такой биться со змея. А змей же у нас здоровый, допустим, такой богатырь, как я, змей 10 метров высоты. Стой, 3 головы, или что? И такой, 7 головы, ааа, молодцы, ты смотри, какой мелкий. Я сейчас плюну, дуну и раздавлю тебя. Ну вот, смотри, действительно, смотри, долларов-то гораздо больше у Ротшильдов, чем у нас. И влияние спецслужб, всего, да? Все. И они могут через гаджеты нас подслушивать, что даже здесь делается. Все контролирует по сути, кто с кем связан там, о чем речь. Так вот, все схвачено, все заплачено, всемирная система мирового слежения за каждым, особенно за Иваном Царевичем. И так, а богатырь такой, змей Горыныч, хвастайся не до боя, а после боя. И как, даст ему по первой голове, которая громче всех орала. Вот, ну и побеждает змей Горынычек их положено. Здесь вот написано, что надо для того, чтобы овладеть новым телом, воспринимать мир объемно. Не только слушать Ивана Царевича, а слышать дождь, слышать птичек, слышать, что там кто-то на сцене орет. То есть все, что вокруг происходит, быть в этом всем. И тогда ты только поймешь намеки судьбы. А если ты, вот, тик-тан, на одно только направился, пропал. Вот. Буквица «Люди» говорит о том, что все люди для нас являются волшебными зеркальцами. Мы живем в обществе, и когда нас кто-то хвалит, мы сами себя хвалим через любви в любви. Когда нас кто-то ругает, значит, мы сами себя ругаем. Поэтому только когда любовь просыпается к себе, ты полностью тебя любишь, прощаешь себе все грехи, и лично отпускаешься. Тогда весь мир, как зеркало, начинает тебя отражать в любовь, признательность и благодарность. Поэтому, когда кто-то ругает, нечего на зеркало ругать, коли рожа крива. Пенять? Пенять. Хорошо, пенять. Мыслите. Эта буквица говорит о том, что все создано из мыслей Бога кругом. И твоя задача – видеть во всем божественное провидение. Что бы ни произошло, божественное провидение ради чего? Ради твоего блага, блаженства. Ты вышел из блаженства, и когда-нибудь в него вернешься. Когда свою матрешку соберешь, вернешься в блаженство. А доказательство того, что ты вышел из блаженства, потому что в этом явном мире ты явно появился из блаженства твоего батюшки и матушки, которые слились в радостном экстазе. И ты появился. Правильно? То есть первопричина появления в этом мире на земле – блаженство. Почему мы страдаем? Потому что хочется. Вы понимаете, на небесах там что? Одно блаженство. Утром блаженство, днем, вечером. Скукота. Один вид спорта – бильярдик. Колобки такие катаются по небесам. Оп-оп, там стукнулись, разошлись. Один бильярдик. А здесь на земле и обняться можно, и поцеловаться, танцы поводить, похороводить. По деревьям полазить. Клубничку поесть, арбузы поесть, дыню поесть, орешки пощелкать. И спорта у нас сколько всего много. И борьба есть. И на лыжах можно покататься, и на санках. Правильно? Именно правильно. Вот. И ради этого мы сюда и рождаемся. Ради приключений. Потому что, вот представьте, ты приходишь в кинотеатр, и там кино такое. В начале фильма все хорошо. В разворачивший сюжет все хорошо, и в гаджи все хорошо. И ты такой с кинотеатра идешь, блин, скукота. Понимаешь? Вот, поэтому я говорю, что все наши хитросплетения, наши судьбы, они очень даже прикольные. Но сейчас тебе это не прикольно, когда ты в водовороте событий, да? Когда тебе там жена изменила, или тебе государство кинуло, или бандиты машину забрали. Как бы не очень прикольно. Да, совсем не прикольно. Да. Ну, это здорово. Ну, когда-нибудь ты над этим поржешь. Не здесь, так на небесах. То есть, на небесах мы когда-то встретимся и скажем друг другу. Ну, что, как там у тебя эпоха лисы прошла? Один расскажет. Да ты знаешь, я был пять раз жена. Меня все время жены обманывают. Но я потом женился шестой. Глядишь, и удачно. Кто-то рассказывает. Да вы знаете, а я имел пять бизнесов. И постоянно там раскручу бизнес, раз дефолт. Раскручу бизнес, раз там американцы напали на Киев. Оп, все у меня лишили. А потом я чик-чик понял, что не в деньгах счастья. Но, блин, настрадался по полной. Кто-то скажет. А вы знаете, я вступил в систему МММ. Вложил кучу бабок и ничего не выложить. Думаю, лохотрон. Потом пошел Форексом занялся. Вложил кучу бабок и ничего не вышло. Думаю, блин, лохотрон. Зато потом занялся сетевым маркетингом. Обогатился, стал супербогатым. А потом думаю, а зачем все это? И стал бедным. Вот. А кто-то сидит такой рядом с тобой, там, на небесах. Колобок соседний. Человек. Говорит. А я не пара. Да. У него говорят, ну а у тебя какие были хитросплетения судьбы в эпоху Лисы? И на стыке эпоха Лисы и Волка. И он такой, у меня все было хорошо. Учился, женился, дети, все прекрасно. И жизнь у меня была весьма счастливая. И тебе твои соседи скажут, фу! Зря что ли ты жил в эпоху Волка? Все страдали, так страдали. А ты что, отмазался? Вон у нас есть другие эпохи. Вон эпоха Финиста Ясного Сокола, эпоха Орла. Все счастливы, никто не страдает. А тут надо настрадаться. Поэтому страдайте, как говорится. По полной программе. По полной программе. Своё удовольствие. Своё удовольствие. Вот. То есть, это мы всё раскрутили буквицу «мыслить». То есть, во всём есть мысль Бога. И в том числе и в наших страданиях и разочарованиях. То есть, и вот это надо вовсю всегда искать мысль Бога во всех событиях, людях, которые тебя окружают. И божественный намёк на что? То есть, как идти по своей тропинке по путеводному клубочку. Когда намёком вынимаешься, идёшь по путеводному клубочку. Приходишь, а тебя ждут. Приходишь, двери открыты. В сельсовет приходишь, тебе землю дают. Предложение девушки делаешь, она говорит «да». То есть, везде жизнь говорит «да». А когда ты непутёвый человек, идёшь не по своей тропе. Приходишь, двери закрыты, там обед, справку не дают. Сельсовет приходишь, говорят «мы вам землю не дадим, вы нам не нравится». И ты начинаешь такой «я на вас правую найду, у меня связи». И начинаешь на этот сельсовет капать. Но если сельсовет тебе землю не даёт для родового поместья, это тебе Бог не даёт землю. Потому что всё, что происходит, это и есть воля Божья. Когда ты готов, когда ты созрел для земли, тебе его по-любому даст сельсовет. Сельсовет – это пешка в руках Бога. Ну, конечно. То есть, представь, многие люди прочитали «Звенящие кедры», ринули землю брать, а 49 трав не знают, 49 плодово-ягодных культур не знают, танцевать не умеют, хороводить не имеют. И нафиг вы такие косяковые матушки земли. Живите в своих косяковых мегаполисах, вы туда вписываетесь, такие биороботы, зомби, на работу с работы. А на земле нужны люди, которые танцуют, поют, знают разнообразие живой природы, 49 видов бабочек знают, 49 видов птиц, 49 видов трав. Вот таких людей земля принимает. Понимаете тему? А сельсовет – это голос Матери-Земли. Что бы он ни сказал, это голос Матери-Земли. Просто большинство людей твердолобые, они такие «Ой, у нас законы плохие, давайте примем другой закон, все поменяется». Законы такие, как надо. Всегда, когда надо, то, что надо, уже есть. Законы будут меняться по мере нашей зрелости, но не такими людьми. «Ой, у нас плохие законы, давайте поменяем». А такими. «О, закон устарел, новый пример». Все. Прикольно? Вот тебе это намек. Буквеца «Н» – намек. То есть, вся жизнь состоит из намеков. Сказка «Ложь» давней намек. Кто понял ее урок. Ложь – это же не кривда. Ложь – это поверхностная правда. Если мы берем воду, родниковую, бочку воды и наливаем туда масло, и масло покрывает воду слоем таким тонким, да? То сказать, что эта бочка масла – это и будет ложь, правильно? Потому что вот оно, слой масла, а снизу вода. Так и ложь – это не обман, а просто поверхностная правда. Когда говорят, ну, не договаривают. И так и сказка «Ложь» давней намек. Именно поэтому сказки сохранились. Ведь вы заметите. А почему добрым молодцам урок, а девицам? А мы тут причем? Потому что раньше было так написано. Сказка «Ложь» давней намек. Кто понял ее – урок. То есть, кто не понял, того урока нет. Понятно. То есть, заметьте, уничтожалась всегда древнерусская культура последние тысячи лет, эпоху лесу. Раскладывай соловей нашу богадельню и свистни как следует, чтобы было заметно, что ты пришел. Второе пришествие соловья. И хочу напомнить. Приобретение сказочного колобка поддерживает рассвет сказочной Руси. Да. Еще самое важное – это благословение для тебя. Когда ты домой едешь не только со сказками, а нечто материальным с собой. Это как священный артефакт сказочной Руси, который ты привозишь. Он тебе поможет удержаться в нашей реальности сказочной. Потому что, знаете, ездим на святые места, камешек берем. Да? То есть, оно хорошо вместе с святым побыть и камешек. То есть, камешек со святого места – это как древнерусский мобильник. Тот камешек может тебя потом соединять с всем этим святилищем или с доменами, на которых ты побыл. Вот, камешки надо складывать на свой алтарь Божий. Сказочный. Вместе с матрешкой, колобком, клубочком. И колобком. Вот. Сказка, ложь, давний намек, кто понял ее урок. Древнерусская культура очень сильно уничтожалась. Книги сжигались. Волхов тоже замаскировали. Скаморохов гоняли, они еще до войны ходили, а после войны всех пересадили скаморохов в тюрьму. И они там придумали расклад по мастям. Скаморохи-то у нас по мастям всегда были. Червовые, бубовые, крестовые. Пиковые. Тебя каким тянет? Меня по мастям научили людей подкалывать. Я могу вас пикой подкалывать. Могу червой подкалывать, любому. Могу бубой подкалывать. А могу и по кресту разложить. Вы же стоите у меня вот там. Стоите. Это я к чему говорю? Что намеки в сказках настолько глубоко спрятались, что змеи Горыныча, которые уничтожали нашу культуру, всякие эти заговоры всемирные, они не смогли в сказках найти ничего кромольного. И сказки остались. Поняли? Сказки при царе были, при коммунистах, при демократах. Все. Потому что они смотрят эти рептилоиды на наши сказки. Змеи Горыныча. О, лисица съела кусок теста. Нормальная сказка. Каждый день мы ходим в хлебобулочный, едим тесто. Пусть дети читают. Понятно? А уже когда образное мышление открыто, ты уже вглубь смотришь. Что колобок это не кусок теста, это наше колобье тело. Это приключения русского народа расписано. За последнюю тысячу лет. То есть сказки про лису и колобка. История русского народа за 1600 лет написана. Когда ты ее умеешь намеками понимать. Вот тебе и урок. Наследие предков. Вот. То есть намеки, они рассыпаны. И в сказках, в играх, в караводах, в танцах, которые до нас нашли. Намеки рассыпаны в моменте здесь и сейчас. В том, что происходит вокруг нас. Что кругом говорят люди. О чем шелестят деревья. Почему девица улыбается. Или почему смотрит на тебя кирпичом. Намек? Намек. Она же так может к тебе так... Ты так понял и к ней идешь. А может на тебя так... Ну я не знаю как-нибудь. И ты понял намек. Правильно? То есть вся жизнь по сути состоит из намеков. То есть. Самая любимая игра у детей какая? У маленьких. Прятки. Правильно. Прятки. Потому что суть человеческой жизни это поиски клада. Найти свой клад. То есть найти свое любимое дело. Семинар это семь истин аса нашего рекущего. Вот видите, мы сейчас семь истин разбираем для нам его тело. Вот. Поэтому семинар это древнерусское слово. И мы сейчас основываем семинарию. У нас летом прошли сказочные фестивали. Где мы изучали основы русской народной культуры. Танцы, игры, хороводы, буквицу, травы и другие основы сказки. Сейчас мы сделаем видеофильм сказочное образование. Северный вариант из Питера. И южный вариант из Крыма. Вот. И в сказочный семинаре можно будет учиться. И учиться самому главному, что надо уметь в эпоху волка. Потому что в эпоху лисы самое главное было что? Научиться быть хитрожок. По блату все решать. Там связи устроиться. Знаете тему? Вот. Научиться ходить с нахлой рожей. Ну нахлой, то с шоколадью. Вот. Научиться хорошо обманывать. Тогда ты будешь... Это... Мармеладе. Мармеладе. А в эпоху волка правила игры поменялись. То есть сейчас выгодно быть шустрым. Красиво двигаться, красиво танцевать, красиво говорить и... Красиво петь. Красиво петь. А также знать русский язык не 33 буквы, а 49. Знать хороводы, волшебные лабиринты, травы, цветы, деревья. И всему этому будем учиться. Потому что сейчас ты, например, закончил школу-институт в эпоху лисы, да? И все твои знания устарели, заметили? Да. То есть в родовых поместях знания как бы математики, физики, шизики. Никакого преимущества не дает, да? Но знания трав, деревьев, умение хоровод, провести священный обряд на посадку деревьев, чтобы с деревьев русли лучше росли. Это имеет огромное значение, правда? О, А, И, И, У. Понятно? Следующая буквица у нас. Нэ намеки жизни понимать. Наш. И то, что все наше кругом. Весь мир это наш. И эти намеки, с одной стороны, Бог тебе дает, а с другой стороны, тебе дает высшие твои световые тела. Потому что мы все ветви рода Всевышнего. Вот род Всевышнего, он разошелся на ветви. На ветвах листики есть и плоды. Эти листики это мы. И поэтому, если смотреть самый высокий колокольник, то все намеки жизни, где искать мужа, жену, друзей, труд интересный, мы сами себе даем. И более того, на небесах мы договорились. То есть мы, когда колобками были, мы договорились. Вот встретимся с тобой на семинаре, подружимся, будем друзьями. С кем-то договорились, вот ты будешь моей женой. С кем-то договорились, ты будешь моим змеем Горынычем. Будешь на меня нападать по жизни, а я буду тебя отбивать. Кто кого. Понимаешь? То есть вот так на небесах собрались. Говорят, слушайте, у нас тут такая игра эпоха листи. Давайте роли распределим. И спрашивают, Ротшильдом будешь? Ты такой, буду. Ну понимаешь, тебе надо будет все человечество натянуть. Ты такой, ну, попробуй. Рокфеллером будешь? Да, ну хорошо, буду Рокфеллером. А ты будешь русским богатыром? Буду. И как бы, а ты будешь Еленой прекрасной? Буду. А ты будешь бабой, которая коня на скаку остановит, горячую избу войдет. Ну, буду. Классная роль. И как бы вот так роли на небесах распределились, и раз, и заселились. Сюда, на землю. И вот и наша задача найти своих. Найти тех людей, с которыми мы на небесах договорились дружить. Найти свою суженую, с которой мы на небесах договорились, семью создать. И это все делается с помощью намеков. Мы нашли, а что уже делать дальше, об этом будет завтра. Дальше буквица ОН. ОН. Мы ее пели, сейчас еще раз пропоем. Делаем О. 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 Молодцы. Молодцы. он на что похож на колобка правильно все начинается с колобка и колобком заканчивается заметили ведь ты даже на земле появился откуда из колобка жила твоя мама и вот однажды прилетел колобок и ты в этом колобке 7 40 находился тем раз по 40 дней и потом и родился тоже через колобок прикольно вот и в колобок ты возвращаешься ли не бывает вот буквица он говорит что надо уметь открывать рот у почему потому что эпоху лисы настолько было жестокое время что мы все под напряглись не по-детски и окривели кто туда кривел то сюда там это понятно все такие вышли побитые или живые но пережили двенадцатый год и молодцы сейчас уже надо собираться силами и вот из-за того что мы напряжены напряженной стали у нас голоса стали такие глухие и сиплые заметили поэтому я говорю рот на другую на отдельную надо прикрыть соловей пошел на разборки нет заслышался вот спел спой буквицу сам один молодец умеешь рот открывать а ты спой буквицу он а ты спой буквицу он понимаешь зачем буквица он увидела его и говоришь он он то есть понимаешь на небесах договорились тут прилетели встретились и здорово но чтобы эта встреча была плодотворной яблочко должно созреть потому что если даже и ты встретишь суженую а она незрела или ты незрела все равно отношения будет очень такие незрелые непонятные и мучительные когда мужчина созрелый женщина созрелая вот они нашли друг друга тогда отношения интересные полезные плодотворные он говорит о том что мы с вами колобки у которых есть руки и ноги то есть представьте есть поэтому нужно что у нас растет голова из туловище или туловище из головы này как это все Adjustment Растет, а все просто вокруг него благорухает. Ну понимаете, мы когда с вами на небесах жили, там, одну вечность. И эта вечность, мы там думали, ну что вот это, вот эти шары сталкиваются, сталкиваются. А может что-нибудь придумать поинтереснее, чем бильярдик небесный. Мы придумали, а давайте колобку приделаем руки, ноги, туловище. И тогда можно не только в бильярдик заниматься, можно еще соединяться тремя царствами. Поинтереснее уже тема, соображать на троих, а не одного. Так мы придумали себе золотое царство, серебряное, мир души и медленное, мир телесности. Чтобы соединяться тремя царствами, это оказалось гораздо интереснее, чем только одним золотым, вечным блаженством. То есть, буквица Он говорит, что колобок это первопричина всего происходящего. Из колобка ушли, колобок пришли. Поэтому Иван Царевич пришел основать на земле церковь колобка. Церковь у нас простая. Значит, берешь русские народные сказки и пошел по квартирам. Звонишь, так, джи, тебе открывает, ты говоришь, здравствуйте. А вы знаете про колобка? А любите ли вы колобка, как люблю его я? А вы знаете, какие испытания проходил колобок? И начинает человека раскатывать. И в конце, а ты знаешь, почему лисица съела колобка? Стратегический русский вопрос. И начинаешь проповедовать. Вот эта тема, да? А чего эти ходят люди в черном со своими учениями по квартирам? Нам тоже можно ходить, правильно? То есть, именно церковь колобка утвердится, когда все начнут смеяться над всем, что есть. Потому что именно радость человека поднимает по колокольне, и человек видит мир более правильно. И также, если вы слушаете кого-то, бывает люди такие умные, но лицом суровые, да? И такой умный человек умный, а ждеться некуда. Такие вещи говорит, а лицом суровые. Значит, еще до колобка ему далеко. Потому что, кто подружится с колобком, всегда прикалывается над собой и над другими. Есть такое? Да. А чего ты своего колобка приклылся синим тазом? Спрятался. Спрятался чего-нибудь, бедесно. Дождь идет наоборот, надо вышел и мокр. Почему? Чтобы наверняка намеки в тебя проникли. Вот, от этого слова наваждение, наверняка, произошло слово нафиг. Проникновение в мир нафиг. Продолжение следует... Для того, чтобы и мокр ...